МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а теперь обо всем подробнее. Безусловно, самым важным событием недели стало назначение нового главы администрации Рязани. Им стал уже бывший зам предобластного правительства Олег Булеков. Напомним, еще в прошлую пятницу претенденты на должность сити-менеджера, а кандидатов ведь было трое, выступали перед конкурсной комиссией со своими программами по развитию города. После учета мнений общественников и предпринимателей депутаты облдумы вынесли законопроект о региональной казне уже на второе и окончательное чтение. В основной повестке заседания Рязанской городской думы стоял единственный, но значимый вопрос. Депутатам предстояло выбрать из трех кандидатов нового главу администрации областного центра. Напомним, что претендентами являлись зам председателя правительства Рязанской области Олег Булеков, советник ректора Рязанского государственного университета Александр Селиванов и председатель городского отделения союза десантников Александр Ачалов. В итоге депутатского голосования большинство предпочло Олега Евгеньевича Булекова. Нового сити-менеджера Рязани с назначением на должность поздравил и председатель регионального парламента Аркадий Фомин. За время нашей совместной работы мы вместе в областной думе принимали законы, работали над стратегией социально-экономического развития Рязанской области, над бюджетом Рязанской области. И в этой работе мы проявили себя как замечательный организатор, как высокий специалист в своем деле. И я уверен, что сейчас перед вами стоит непростая задача, но у вас есть все для того, чтобы сформировать эффективную команду. Глава Рязани, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев назвал выбор депутатского корпуса разумным решением. Олег Евгеньевич очень хорошо зарекомендовал себя на посту заместителя председателя правительства министра экономики. И эта управленческая деятельность была очень эффективной. И действительно, тот потенциал, которым он обладает, считаем, что этот потенциал будет эффективно использован на благо нашего города. Могу от себя добавить, что мы работаем в очень тесной связи с правительством Рязанской области. Мы настроены на очень плодотворную работу с администрацией города, потому что у нас жители города, которые действительно должны ощущать комфортно себя, спокойно, надежно. И это во многом зависит от власти, от различных ветвей власти. Олег Булеков уже в должности главы администрации Рязани обозначил основные направления своей работы. Безусловно, это развитие экономики, безусловно, это дороги, это наши дворы и, безусловно, социальная сфера. От этих направлений, наверное, еще они были и остаются всегда стратегическим направлением любого развивающегося города. Наш город развивается. Я думаю, что и с структурой администрации, может быть, обновленной администрацией он будет развиваться более динамично. Олег Булеков также сообщил, что серьезных кадровых перестановок в первое время он производить не будет. Кардинальную структуру я сейчас менять не собираюсь. Мне надо разобраться, посмотреть отдельно по блокам, посмотреть работу муниципальных учреждений. И по ходу мы будем потихоньку менять эту структуру. То есть каких-то революций я делать не собираюсь. Буду работать с тем, что сейчас есть, но потихоньку, приводя, уже после того анализа, которые я проведу, оценю, буду менять тогда структуру. Но это будет не так быстро. Кстати, на нынешнем заседании Гордумы депутаты согласовали назначение на должности замглавы администрации Рязани Ларису Крахалеву и начальник аппарата администрации Николая Димко. И еще Олег Булеков заявил, что основу в успешной работе видят в тесном сотрудничестве со всеми политическими партиями, представленными в Рязанской городской думе. Вот что известно про нового градоначальника. Олег Евгеньевич Булеков родился 4 июня 1975 года в Рязани. В 1992 году окончил Рязанское кооперативное училище. В 1997 Московский университет потребительской кооперации по специальности организации коммерческой деятельности и товароведения. В 2008 году аспирантуру Российского университета кооперации. По окончании учебы остался работать в университете. С 1996 по 2003 год занимал различные должности. От председателя студенческого профсоюзного комитета до проректора по работе с молодежью и социальным вопросом. В 2003 году перешел на работу в Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации на должность заместителя начальника управления кадров и оргмассовой работы. Затем работал управляющим делами Центра союза Российской Федерации. В июне 2008 года назначен на должность председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и услуг Рязанской области. В 2010 году занял пост министра экономического развития и торговли Рязанской области. Летом 2013 года назначен на должность первого заместителя председателя правительства, курирующего финансово-экономический блок. Новому городоначальнику предстоит решать довольно многочисленные трудности и хозяйственные проблемы. Одна из них – это проблема с освещенностью дорог и тротуаров в центре города. Рязанские автомобилисты сетуют на городское освещение. Вечерами жалуются водители и горожане, свет от новых светодиодных фонарей распространяется крайне неравномерно. Общалась с людьми Оксана Тебенихина. Городские управленцы, устанавливая новые диодные фонари, очень радели на то, что столь прогрессивное решение удовлетворит потребности рязанцев в качественном освещении дорог и значительно разгрузит электросеть. И если второй пункт ожидания управления благоустройства оправдал полностью, то по первому вопросу у жителей города возникли претензии, причем вполне обоснованные. Вспомним хотя бы недавнюю трагедию, которая произошла на площади Ленина. Водитель не заметил в темноте мужчину, переходящего дорогу на переходе. Пешеход погиб на месте. 15 декабря в 23.40 на площади Ленина молодой человек, управляя автомобилем, совершил наезд на мужчину, переходившую в проезжую часть по пешеходному переходу на перекрестке, где светофор работал в режиме желтого мигания. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Вот и получается, что в попытке сэкономить на электроэнергии городские управленцы сэкономили на жизнях людей. Как бы громко это ни звучало. Рязанские автомобилисты того же мнения. Пешеходов в темное время суток абсолютно не видно. Да, к сожалению, на данный момент проблема освещения на дорогах существует. И денежные средства, выделенные из бюджета, которые пошли на установку новых светодиодных фонарей, к сожалению, водителям не помогли. Я, как один из организаторов автомобильного общества, очень часто слышу от автомобилистов жалобы. Эти фонари не освещают дорожное покрытие должным образом. То есть, если освещение не стоит, в принципе, ближний свет к фар водителям помогает. Однако, в результате преломления света и на пешеходных переходах пешеходов не видно. Очень жаль, что и сотрудники ДПС, и работники дорожных служб не обращают внимания на мнение водителя, не обращают внимания на реальные условия дорожных покрытий, реальную обстановку на дорогах. Современные технологии – это, конечно, хорошо. И экономия энергии – это тоже очень хорошо. Однако, безопасность дороги, я считаю, намного важнее. Мало того, что фонари освещают лишь часть тротуаров и край проезжей части, так еще и разметки в виде зебры в нашем городе отсутствуют с сентября по май месяц. Получается, что водители замечают пешеходов лишь тогда, когда те появляются в свете фар встречного транспорта. Абсолютно не видно ни знаков, ни самой разметки. То есть, из-за того, что плохое освещение идет. Опять же, разметка не отсвечивает абсолютно. Ну и, при принципе, тоже новатые дорожники, которые вешают эту разметку. То есть, очень редко и обновляют, как бы почаще надо. И знаки вешают в видные места хотя бы. И желательно таких, которые светятся, например, в тех же самых лоховицах. В принципе, городок небольшой, а все знаки пешеходные освещаются абсолютно просто желтым мигающим сигналом. Желательно, чтобы в Рязани тоже самое это поставить. На самом деле, много случаев пешеходные освещаются, потому что просто их не видно. Поскольку наступила зима, и световой день очень сильно сократился, соответственно, темнеет рано в 4 часа вечера, уже совсем-совсем темно. И те новые фонари, которые установили у нас в городе светодиодные, может быть, они, конечно, и экономят электричество, но их свет направленный и попадает непосредственно под столб. А столбы стоят с учетом старых фонарей, которые были лампы накаливания. И у них был свет рассеянный. Соответственно, от фонаря до фонаря они не достают. Детский мир. Детский мир. У нас очень красиво, очень хорошо, светло. Вот таких бы мест как бы побольше. И хотя пешие участники дорожного движения теперь обязаны быть заметными и иметь на одежде светоотражающие элементы хотя бы вне населенного пункта, они могли бы упростить жизнь себе и автомобилистам, перенеся эту практику в город, хотя бы в зимнее время года. Но разве это реально? Вот и получается замкнутый круг. Новое городское освещение, это, конечно, сложно назвать прям хорошим освещением, потому что получается от гирлянд света больше, чем от этих фонарей. Тротуары практически не освещены. И получается то, что на скорости чуть больше 40, очень сложно уловить движение пешеходов по обочине. И то есть ты когда едешь, даже если это пешеходный переход, даже на скорости 40, допустим, в дождливую погоду, ловить, когда он оттуда выскочит, вот, если это не очень культурный пешеход, очень сложно. Поэтому я считаю, что тротуары нужно освещать лучше, впрочем, как и пешеходные переходы. Устанавливать знаки осветительные до пешеходного перехода, ну и, соответственно, разметка, которой практически нигде нет уже. Хотя бы сделали бы какие-нибудь, не знаю, специальные фонари именно над пешеходным переходом. Это главная проблема, я считаю, у нас в Рязани. Улицы куда-нибудь уехать, если от центра подальше, все. То есть там темень полная. Особенно в эту погоду фары пачкаются, ехать вообще невозможно. Месяц назад на заседании городской администрации члены градостроительного комитета раскритиковали новые уличные фонари. Оказывается, современные диодные лампы были установлены на старые столбы, которые, на минуточку, находятся в аварийном состоянии. Так что, новоиспеченный господин мэр, вот вам и первое официальное обращение граждан. Вопрос с освещением, конечно, можно назвать глобальным. И все же, пока ошибки ваших предшественников исправлены не будут, на дорогах Рязани количество происшествий не уменьшится. Декабрь – это то время года, когда предприятия и организации подводят итоги своей работы и сообщают о перспективах на год следующий. Рязанское управление налоговой службы – не исключение. Сотрудники в пятницу рассказали журналистам о тех нововведениях, которые вступят в силу с начала 2015 года. В региональном управлении налоговой службы прошла пресс-конференция, на которой были подведены итоги работы ведомства. По результатам контрольной работы налоговых органов Рязанской области в 2014 году дополнительно начислено налоговых платежей в размере 2 миллиардов 69 миллионов рублей. Это что на 440 миллионов рублей больше, по сравнению с 2013 годом. В статистике это составляет темп роста 27% до начисления к уровню прошлого года. Итак, по результатам налоговых проверок в бюджеты всех уровней дополнительно поступило и было взыскано 850 миллионов рублей. Прирост к уровню прошлого года также составил 86 миллионов рублей, или 11,3%. Кроме того, на конференции были перечислены изменения в налоговом законодательстве, которые вступят в силу с 1 января следующего года. Они коснутся налогов на имущество, патентной системы налогообложения, а также НДС и НДФЛ. Налоговая декларация по НДС в 2015 году должна представляться только в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через соответствующего оператора. Налоговая декларация, которая, как раньше представлялась на бумажных носителях с нового года, будет считаться непредставленной. Оптимизированы налоговые льготы по налогообложению имущества и по транспортным средствам для государственных бюджетных учреждений, созданных органами государственной власти Рязанской области, для сельскохозяйственных товаропроизводителей и по транспортному налогу для физических лиц, начиная с налогового периода 2014 года. Также на территории нашего региона повышена налоговая нагрузка, начиная уже с 2016 года по налоговому имуществу организации. Теперь он будет взиматься на основании налоговой базы, рассчитанной в кадастровой стоимости в отношении объектов торгового назначения и административно-делового назначения. По налоговому имуществу физических лиц наш субъект Российской Федерации принял решение о переходе к исчислению этого налога от кадастровой стоимости, а нет, неинтересно. Такие изменения вступают в силу также со следующего года. Сразу хочу всех успокоить о том, что сохранятся налоговые льготы по этому налогу, налоговому имуществу физических лиц для основных льготных категорий налогоплательщиков по числу граждан, включая пенсионеров, ветеранов, инвалидов. Единственное, что эти налоговые льготы будут ограничены только одним объектом определенного типа. Первое, на что хочется обратить внимание, это на снижение величины налоговой нагрузки для тех физических лиц, которые приняли решение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и все-таки, несмотря на достаточно непростые экономические условия, начинать свой бизнес в качестве индивидуального предпринимателя. Для них созданы максимально благоприятные, максимально комфортные условия на территории нашего региона. По 12 видам деятельности в два и более раза снизилась самокопная величина налога, обзимаемаясь с применением патентной системы налогообложения, поэтому мы настоятельно рекомендуем индивидуальным предпринимателям обратить внимание на привлекательность применения такой системы. Но достаточно сказать, что по основному виду деятельности, по которому у нас получено наибольшее количество патентов, это аренда объектов жилого и нежилого назначения, снижение самокопной величины налоговой нагрузки при применении патентной системы произошло практически в два с половиной раза. Кроме того, выступающие коснулись системы нарушений в сфере налогообложения, выявления и пресечения уклонения от уплаты налогов и незаконных финансовых операций. Мы в 2014 году по результатам совместных мероприятий с налоговыми органами имеем те статьи, по которым были возбуждения, которые в 2013 году просто отсутствовали, не было практики по данным материалам. Так, в течение 2014 года было возбуждено уголовные дела по статьям 172, незаконная банковская деятельность, о чем сейчас говорил уже Алексей Васильевич, о незаконных операциях, об обналичивании денежных средств, в том числе возбуждена и статья 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, это организация преступного сообщества. Это непосредственно та работа наша совместная, которая проводилась в 2014 году. Отмечу также, что мы активно очень работаем по недопущению и предотвращению обналичивания денежных средств на территории Рязанской области совместно с УФНС, проведена определенная работа. Также отмечу, что в настоящее время у нас работают рабочие группы, которые непосредственно направлены на предотвращение незаконного возмещения НДС. Рязанские судебные приставы провели свою акцию «Новый год без долгов». В холле одного из торговых центров города сотрудники ведомства организовали для горожан информационный пункт, и жители областного центра могли узнать свои долги, ну а при желании оплатить их прямо на месте. Очередной этап, ставший уже традиционной акцией «В Новый год без долгов» был организован региональным управлением судебных приставов в торговом центре «Премьер». Любой желающий мог узнать о своих задолженностях и по возможности погасить их на месте. Суть этой акции заключается в том, что работают судебные приставы и с помощью информационного сервиса банк данных исполнительных производств они предоставляют гражданам информацию об их задолженности. И если гражданин оказался с низким должником, то он тоже этот долг может на месте оплатить. Существует такое народное поверье о том, что как в третишнюю вот так его и проведет. Здесь намек на то, что в Новый год лучше войти без долгов, а все долги оставить в будущем году. Ни для кого не секрет, что долги отягощают не только материально, но и морально. Поэтому, чтобы начать Новый год, так сказать, со спокойной душой, чистой совестью, советуем вам, дорогие рязанцы, убедиться в том, что государству вы ничего не должны. А пока о другом. Стало известно, что пешеходный переход на пересечение улиц Чкалова и Первомайского проспекта демонтируют. Сделано это, как сообщают дорожные инспекторы, для безопасности пешеходов. Пешеходный переход был довольно популярен. Однако, вместе с тем, по словам инспекторов ГИБДД, этот участок всегда был и аварийным. В прошлом году здесь зарегистрировали 104 ДТП, в нынешнем около сотни. В итоге было принято решение о ликвидации пешеходного перехода через Первомайский проспект и об устройстве нерегулируемого пешеходного перехода на улице Чкалова. То есть, чтобы теперь перейти через дорогу, горожане должны пользоваться светофорными переходами. Военно-патриотическое воспитание в рязанских школах с каждым годом набирает обороты. Широко такое движение стало распространяться примерно 15 лет назад. Именно тогда во второй школе-интернате появился первый казачий класс. Рязанским казачьим кадетским классом исполнилось 15 лет. В связи с праздником 12 декабря во дворце культуры Преокский прошло торжество, на котором кадеты-новички приняли клятвенное обязательство. Я принуду Стойко переносить тяготы кадетской жизни. Уважать честь и достоинство товарищей. Уважать честь и достоинство товарищей. Первые кадетские классы были открыты в школе-интернате номер 2 в 99-м году. Организаторы проекта решили, что учеба в кадетских классах будет способствовать воспитанию нравственных качеств на приеме отечественной истории, героических подвигов русского народа, традиций российской армии. Классы с военной направленностью сегодня открыты во многих рязанских и районных школах. Сегодня мы являемся свидетелями рождения новых отрядов, симпатичных молодых людей, готовых служить Родине и Отечеству, и Богу. Это очень важно. Каждый из них сознательно выбрал с вашей безусловной помощью. Это вектор своего развития. И мы рады тому, что они сегодня, произнося слова обязательств, наверное, глубоко продумали их содержание и полностью отдают себе отчет, какой груз ответственности они принимают на себя. За 15 лет из кадетских классов выпущено 225 учащихся. Многие ребята поступили в высшие военно-учебные заведения, чтобы продолжить доблестную службу во благо нашей страны. В Рязани всю неделю шла донорская акция с Новым годом служба крови. Известно, что потребность пациентов в компонентах крови всегда велика. И специалисты областной станции переливания крови на протяжении всей недели принимали как добровольцев-новичков, так и доноров со стажем. Сотрудники станции переливания крови активно принимают участие во всех донорских акциях. Нынешняя не стала исключением. Елена Кислая сдает кровь на тромбоциты. Женщина – начинающий донор. На ее счету всего три кроводачи. Елена – трансфузиолог. Участвует в акции не потому, что доноров не хватает, а по велению сердца. 50 минут в горизонтальном положении, головокружение и слабость – нелегкое испытание. Но Елена справляется. Донор тромбоцитов мечтает, если честно, чтобы меньше людей нуждались в этих клетках крови, потому как это заболевание серьезное, тромбоциты потери различные, поэтому мне бы хотелось, чтобы меньше заявок было. Акция с Новым годом службы крови проводится второй раз. Главная цель – привлечь первичных доноров. По-прежнему востребованы главные компоненты крови – концентрат тромбоцитов, эритроцитарная масса и замороженная плазма. Медики говорят, острого дефицита в материале не испытывают, но лишняя кровь никогда не помешает. Трансфузиолог Ольга Филатова сама донор. На ее счету 38 кроводач. Ну, конечно, хочется всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, удачи, исполнения желаний в этом году. Конечно, для нас больше доноров, больше жизни. Донорствует милосердие, помощь ближнему и незнакомому также человеку. И, конечно, всех приглашаем на областную станцию переливания. А у этого донора сегодня юбилей – 30-е плазмодача. Сергей – кадровый донор, сдает кровь с начала 90-х. Первый раз пришел на станцию переливания, когда произошел несчастный случай с его коллегой. Обжегся человек и нужно было сдать. Ему первый раз вот сюда приехал. Здесь очень хороший коллектив, очень хорошие врачи, они очень хорошо приняли нас. Сергей, впрочем, как и все профессиональные доноры, говорит, что в первый раз тяжело, а потом затягивает. Поэтому хочется приходить сюда снова и снова. В четверг вечером на площади Победы зажглись гирлянды на главной новогодней елке Рязани. В этом знакомый с детства каждому горожане на торжественном событии принимали участие не один Дед Мороз, как все привыкли, а сразу несколько сотен человек в костюмах главного праздничного необычная процессия накануне вечером привлекала внимание прохожих. По Первомайскому проспекту в направлении площади Победы с песнями и поздравлениями прошествовало несколько сотен Дедов Морозов и Снегурочек. Возглавляли же необычный парад самая главная новогодняя пара волшебников, которая, вопреки традиции, ехала не на санях, запряженных тройкой лошадей, а на красном автомобиле, украшенном мишурой. Тем временем на главной площади города их уже поджидали горожане и сказочные персонажи. Вместе они пели, играли, танцевали, водили хороводы и, конечно же, ждали самого важного события этого праздника – зажжения главной елки города. Такого количества сказочных волшебников Рязань не видела уже давно. С зажжения главной елки города из парада Дедов Морозов и Снегурочек в Рязани стартовали новогодние праздники. Это был завершающий видеоматериал нашего еженедельного выпуска новостей. Желаем вам приятных выходных и до встречи в эфире программы «Время говорить». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин